Приветствую вас. Работой с эмоциями занимаются две школы психотерапии. Первая это гештальт, терапия, гештальт, подход. И второе, это из известных мне, это психотерапия, центрированная на клиенте, то есть клиент-центрированный подход. Ну, что касается гештальт, терапии, то это Перлс, Фредерик Перлс. Что касается клиент-центрированной психотерапии, то это Карл Роджерс. Вы можете, в принципе, ознакомиться с этими школами самостоятельно. Вот. И, соответственно, подумать, что вам больше подходит. Потому что все-таки гештальт подход и клиент-центрированный подход достаточно различаются, хотя и схожи. Вот. А я не буду сейчас вам, значит, расписывать все особенности и различия данных школ. Ну, я хочу только лишь сказать, что лично я занимаюсь клиент-центрированной психотерапией. Вот. И немножечко гештальт. Ну, гештальт не так сильно. В основном клиент-центрированной психотерапии. И у меня есть опыт работы именно с осознанием эмоций. Вот. А если вам интересно. Если вам интересно, если вы этого, ну, если вы заинтересованы действительно в работе. Вот. Опыт успешный есть. Стоимость, соответственно, у меня гораздо меньше, чем та, что вы указываете. Вот. Что никак не связано с качеством работы. Вот. Поэтому, соответственно, можете обратиться. И мы с вами, если у вас возникнет желание, поработаем. Потому что вы здесь, вот, вопрос свой позиционируете так, что... Тут своего рода борьба, да? Такое соревнование. Вот. Теперь, что касается непосредственно вашего текста. Есть близкий человек, у которого есть трудности с осознанием своих эмоций. Ну, то есть, низкий эмоциональный интеллект. Эээ... Которые порождают страх одиночества, трудность искреннего общения. Эээ... Постоянные подстраивания под других людей. И созависимость. И так далее. Ну, вы знаете, я бы не сказал, что все симптомы, которые вы описываете, вот, именно психологические симптомы, все они проистекают из... Эээ... Проблемы неосознанности эмоций. Вот. Я бы сказал, что... Некоторые происходят. Некоторые. Некоторые. Эээ... Некоторые действительно проистекают. Но кое-что. Кое-что. Из этого, конечно же, нет. Нет, потому что, ну, вот, например. Например. Эээ... Созависимость, да, это обесценивание своих желаний. Это именно, вот, неуверенность в себе. Эээ... Здрах одиночества, это непринятие себя. То есть, человек чувствует, эээ... Вот, эээ... Ну, чувствует себя, да, чувствует свою ценность. Эээ... Вот. Все это есть. Но при этом, эээ... Все равно у него вот есть ощущение, есть понимание, что он, ну, не достоин. То есть, страх одиночества, это именно непринятие себя, непринятие своих чувств. То есть, они могут ощущаться, они могут обстановаться, но принятия их нет. Вот. В этом смысле, кстати, психоанализ, эээ... Иногда бывает полез-полезно. Хотя и не всегда. Эээ... Вот. Мой, эээ... Близкий человек, эээ... Ищет психологов всегда только по рекомендациям, или какие-то модные центры, эээ... Значит, или какие-то известные психологи и так далее. Мы не можем все равно найти. Эээ... У всех специализация НЛП, психоанализ, семейные отношения, остальное, кто это хочет, но именно помощью в осознании своих эмоций никто не занимается. Эээ... Слушайте, ну, на самом деле, каждый из школ, эээ... Помогает в осознании своих эмоций. Мне кажется, что... Как вот, если... Эээ... Ваш близкий человек не играл в игру... Эээ... Дано. Что... Он вроде бы хочет помощи, но в то же время... Эээ... Отталкивает возможные... Эээ... Причины, да. Возможные варианты пом... Помочь... Себе. Вот. Эээ... Значит... Значит... Такого специалиста можно найти здесь... Такой специалист... Таким специалистом являются... Я. Вот. Ещё раз. Эээ... Любой клиент, центрированный... Психолог... Вот именно психолог, работающий... Эээ... В направлении клиент, центрированного... Ээээ... А... Аспекта психотерапии... Вам может помочь. Вот. Или гестант... Терапевт. Ээээ... Эээ... С этой стороны... В качестве начала... В качестве начала... Эээ... Я предлагаю вам... Ээээ... Собственно... Почитать... Ээээ... Книжечку... Ээээ... Фредерика... Эээ... В первом же... Ээээ... Практикум... Ээээ... По гестант терапии... Там даны... Базовые... Упражнения... По осознанию своих... Эмоций... Там даны... Прямо вот... Базовые... Упражнения... По... Ээээ... Пониманию... Своих... Чувств... Ээээ... Вот. Вот. Конечно... Это... Не решит... Все проблемы... Но... Начало... Положит... И вам... И близкому... Вашему... Человеку... Тоже... Поэтому... Если вы... Интересуетесь... Именно... Вот... Ээээ... Данным аспектом... То... Предлагаю вам... Начать... С этого... Ээээ... Вот... Такой... Можно вам... Дать... Ответ... На ваш... Вопрос... Я надеюсь... Что... Это было... Ээээ... Полезно... Вам... Ээээ... Если... Вам понравился... Мой ответ... Буду благодарен... За его оценку... В качестве... Лучшего... Ээээ... Если... У вас остались... Вопросы... То... Так же... Обращайтесь... К любому... Из... Ээээ... Специалистов... Которым... Вы... Которому... Вы доверитесь... И... Ээээ... Задавайте вопросы... Я думаю... Что... Любой специалист... Вам... Ээээ... Все пояснит... Потому что... Почти... Каждый... Ээээ... Психолог... Эээ... Современный... Это... Ээээ... Человек... Знающий... Несколько школ... Психотерапии... И... Соответственно... Клиент... Центрированная... Ээээ... Психотерапия... Туда... Сходит... Вот... Я вам... Желаю... Удачи... Я вам... Желаю... Найти... Своего... Специалиста... Всего... Вам... Самого... Доброго... И... Хорошего... Субтитры... Субтитры...